Пришло время начинать наше служение. Очень хорошо, когда наши сердца готовы. И мы, приходя на это место, готовимся к встрече с Господом. Хотя Он уже и на этом месте. И тот, кто, может быть, имеет такое сердце, готовое к общению с Богом, то он это может и переживать. Потому что Слово Божие говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. И народ Божий еще с древних времен, когда шел в Храм Божий, он уже пел. Уже пел, да? Вот вы представьте себе, собираются верующие, идут и по переулку Добролюбова уже поют песни, да? Уже поют. Потому что есть такие разряд, разряд песен в Псалтере, которые называются «Песнь восхождения». То есть, когда они входили в Дом Божий, подходили к Дому Божьему, они пели. Они, во-первых, и сердца свои настраивали, да? А во-вторых, они благословляли Иерусалим, благословляли Израиля, да? То есть, знаете, я не знаю, как мы сегодня входим в Дом Божий, да? Что у нас в сердце, кого мы благословляем, да? Что мы говорим, какое наше состояние. Но у них было так, и я думаю, у нас никак не меньше должно быть, да? Никак не меньше. И я прочитаю, так как мы будем входить уже в молитву, я прочитаю Слово Божие. Слово Божие – это Псалом 124, как раз «Песнь восхождения». И здесь говорятся такие слова. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего, отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. «Благотвори Господи добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие мир на Израиле». Вот такую песнь восхождения пел народ Божий. И вы знаете, когда народ Божий шел на поклонение в Иерусалим, то, понятно, там была гора. Там была гора. И вот, смотрите, вот идет муж Божий или дочь из народа Божьего и поют, что надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется. И вот они идут, значит, вчера эта гора стояла на этом месте, два года назад стояла, три, да, там кто-то помнит, 50 лет. И вот они стоят, смотрят, гора не двигается, да, ни влево, ни вправо. И вот эта песнь, да, про образ, вот это непоколебимость этой горы. И то же самое, непоколебим тот человек, который смотрит на Господа, потому что Бог сегодня, вчера и вовеки тот же. Слава Господу! И очень важно, чтобы мы, когда идем в Дом Божий, наши взоры были обращены на того, кто никогда не подвигнется. Слава Иисусу! И вот дальше, горы, окрест Иерусалима, опять про образ, да, значит, Иерусалим находится в горах, вокруг него горы. И псаломопевец говорит, а Господь вокруг своего народа. Слава Иисусу! И бывают такие моменты, что мы, наши взоры, они обращены на что-то другое, не на нашего Господа. И, может быть, наше сердце, оно не способно видеть руку милости, помощи Божьей. И мы вспомним, когда однажды пророк и его ученик вышли за город и смотрят, там враги. И вот ученик увидел врагов. Ученик увидел врагов, пришел в смущение. Говорит учителю, смотри сколько! Он говорит, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел совсем другое. Он увидел это воинство Божие, да, ополчение Божие. И Бог, когда открыл ему глаза совсем на другое, на воинство, он говорит, фу, успокоился тех, кто с нами больше. Слава Господу! Друзья, поэтому на что сегодня обращены наши взоры, да, очи наших сердец? Или на какие-то житейские проблемы, на их решения? Или мы сегодня идем сюда, смотрим на Господа, да, мы эти проблемы, значит, раздвигаем, мы доверяем это в руки Божии. А мы ценим то, что мы спасенные души, что наш Господь, Он не поколеблется. Он не даст, чтобы, как здесь написано, восторжествовал жезл нечестивых над жребием праведных. Такого не будет, друзья. И если мы служим живому Богу, то, как здесь написано, что благотвори Господи добрым и правым в сердцах своих. Обязательно милость, помощь Божия придет. Вот это благодеяние Божие будут сопровождать нашу жизнь. И в конце этого псалма, песни восхождения, псалмопевец говорит, мир на Израиле, слава Господу. Это божественный мир, который нас соблюдает и сохраняет, который дает нам быть непоколебимыми, как наш Господь. И мы с молитвой обратимся к нашему Господу, будем взирать на Него, чтобы и нам быть непоколебимыми, твердыми в нашем уповании на Бога. Как выросли березы, как быстро повзрослели, ты вытираешь слезы, что косы побелели. Пусть все уже в прошедшем, и жизни ты не рада, не плачь, и об ушедшем совсем грустить не надо. Оставь в воспоминаниях все горести и беды, а кончатся скитания, и ты взойдешь на небо. Там смерть уже невластна, нет боли и печали, там в солнечном прекрасном начнешь ты жить сначала. И в радости рассветной, волнующей и новой, душою ты бессмертной, забудешь все земное. Но самым ярким счастьем тебя Христос наполнит, когда святым участием утраты все восполнит. Напомнили березы, какой была ты прежде, ты плачешь, вытри слезы и улыбнись надежде. О великий Елово, путь в пустыне освети, и усталого войного пили грима сам веди. Хлеб небесный, хлеб небесный, дай нам, Боже, душу напитай. Дай нам, хлеб небесный, дай нам, хлеб небесный, им душу укрепляй. Пусть завьет фонтан высокий, Даст церетельный ручей, Пусть горит во тьме глубокой Средь божественных речей. Хлеб небесный, Хлеб небесный, Дай нам, Боже, что нам и дай. Хлеб небесный, Хлеб небесный, И им душу укрепляй. Смерти от Христов попраны, Небеса хвалой полны. Я знаю, у Иордана, Победованной страны. Хлеб небесный, Хлеб небесный, Дай нам, Боже, что нам и дай. Хлеб небесный, Хлеб небесный, Хлеб небесный, Хлеб небесный, Хлеб небесный, И им душу укрепляй. Скажем, слава нашему Господу Иисусу Христу, что милость Божия сегодня привела нас и собрала на этом месте, потому что это не мы такие, это Господь, Он однажды избрал нас, просветил наше сердце Духом Святым, наш разум и привел нас в это место. Там, где собирается народ Божий, там, где Иисус Христос, Он находится сам Духом Своим, Святым, и где Он дает эту пищу, где Он дает и открывает эти источники. Вот сейчас на улице сегодня жарко, и без воды тоже, знаете, ну, трудно, может быть, как-то жить, вот если воды нету, и вообще можно погибнуть без воды. И вот по пустыне человек идет, когда, вот тоже, если не встретит оазис, или воды у него не будет, то он тоже погибнет в этой пустыне. И вот сегодня Иисус Христос, Он нам дарует этот оазис, где мы можем с вами собраться, напитаться Божьей благодатью, напитаться Божьей истинною славы Иисусу Христу. Я бы сегодня хотел говорить о Духе Святом. И мы с вами знаем такое место перед тем, как Иисус Христос возносился. Он сказал своим ученикам, ну, я зачитаю, это Евангелие от Луки, 24 глава, 49 стих. Он сказал своим ученикам, «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше». И мы с вами понимаем, что только Дух Святой, Он изменяет наши сердца, и только Дух Святой, Он делает нас другими. И если мы с вами посмотрим Слово Божие, то что было с учениками до того, как они приняли эту силу, и какие они стали после. Вот если вспомнить место, когда Яков с Иоанном, они перед Иисусом Христом заходили в селение Самарийское, и их там не приняли, не хотели принять, Иисуса Христа не хотели принять. И они сказали, «Хочешь, мы сведем огонь?» Помните, это был Иоанн и Яков. То после того, как они получили крещение духовное, то апостол Иоанн, он назван апостолом любви. И то, какие оставил он нам послания, какое он оставил Евангелие, там очень много любви написано. То есть Дух Святой изменил это сердце, а Яков, он отдал жизнь свою за Господа. Он тоже нашел эти силы, эти способности в Господе, в Духе Святом так поступить. До того, как они получили крещение духовное, они все разбежались, у них не было силы стоять за истину, за Иисуса Христа. А после того, как они получили это крещение, они смело проповедовали, и все пошли на смерть за Господом, кроме апостола Иоанна, который умер своей смертью. И вот вопрос такой, где же сегодня, может быть, эта сила, в которой мы все так с вами очень нуждаемся? Ведь Слово Божие говорит, что Иисус Христос, Он открыл нам доступ к этой силе, Он открыл нам доступ к этой благодати. Сегодня мы дети Божьи, и сегодня не должно быть вот этих препятствий. Но, к сожалению, эти препятствия, они иногда возникают, и мы сами, бывает, их как-то в нашей жизни так вот возводим, эти препятствия между нами и Господом, вот, чтобы иметь этот свободный доступ. Я бы хотел с вами немного поразмышлять, вот, что же препятствует тому, чтобы нам иметь этот доступ к этой силе, к этой благодати, жить этой полной жизнью, жизнью в Духе Святом, жизнь, наполненной, действительно, этой жизнью, когда люди видят в нас эту жизнь, что мы какие-то другие люди, что мы какие-то, ну, не такие, как в этом мире люди, вот. И это только Дух Святой нам может с вами дать. И первое место, которое бы я хотел зачитать и обратить наше внимание, это 2-е послание Коринфянам, 6-я глава, 16-й стих, я зачитаю. И вот мы знаем, что в Ветхом Завете храм, он был в Иерусалиме, и люди, они приходили туда и поклонялись, евреи приходили туда и поклонялись в этот храм, который построил Соломон. И в Новом Завете мы знаем, что где этот храм находится. Этот храм, он находится сегодня в нашем сердце, потому что Дух Святой, он однажды вошел в сердце и изменил наше сердце. Вот. И сегодня там живет Дух Святой, живет Бог в нашем сердце. А Слово Божие говорит в псалмах, что во храме Его все возвещает о Его славе. Во храме Его, то есть в нашем сердце сегодня все возвещает о Его славе. Оно так должно быть, вот эта слава Божия, она сегодня должна присутствовать в нашем сердце. Когда эта слава сходила в этот храм, помните, вот когда Соломон молился, то там священники даже не могли находиться, они просто вышли оттуда от присутствия вот этой славы Божьей, от присутствия этого величия Божьего. Если сегодня мы можем вспоминать, допустим, к примеру, 90-е годы, как Господь сильно действовал, но многие говорят об этом просто, и многие вспоминают вот эту славу, когда вставал на колени, начинал молиться, заканчивал молитву, а время уже вот и служение закончилось, да, одна молитва. Многие так вот свидетельствуют, но Слово Божье говорит, что во храме его все возвещают о его славе. Сегодня в нашем сердце все должно возвещать о его славе. Но бывает так, что, знаете, вот в храме нашего сердца, ну, человек может у своего сердца поставить идола и думать так вот, ну, а почему в моей жизни как-то не так все складывается, почему где-то и силы этой нету, и какие-то вот обстоятельства в жизни на меня прямо так наваливаются, наваливаются. Вот если вспомнить Монасию, помните, царь такой был, Монасия. И вот этот Монасий, он тоже был очень таким нечестивым царем, он поставил много там идолов в рощах, на высотах. Но он даже, знаете, что сделал? Он даже умудрился так вот поставить в храме Божьем этого идола, в храме Божьем. То есть в храме, в котором написано, что все возвещает о его славе, он поставил там идола. То есть настолько этот человек, он так вот, ну, как сказать, так вот упал, и духовно так вот и упал, и как бы в разуме своем так вот. Но мы знаем, что было дальше. Что Бог, он допустил, что в жизнь этого человека пришли большие такие обстоятельства. Пришли, пришел ассирийские выначальники, которые смирили его, заковали, увели к себе туда, а не в Ассирию. Но он, написано, там смирился и начал вопиять Господу. И Господь тогда явил ему милость. Явил ему милость, он его, освободили они его. И написано, что он сделал. Он не звер чужеземных богов и идола из дома Господня. То есть этот урок он понял. И вот сегодня Господь, он наше внимание с вами тоже хочет обратить на то, что если в нашем сердце есть этот идол, которому мы сегодня посвящаем время, приносим жертвы какие-то, да. Но я не буду уже говорить много о том, что может являться идолом, об этом часто проповедуются. Просто обращаю внимание, что вот этот идол, который может быть в нашем сердце, он является препятствием для того, чтобы нам получать этот доступ к Божьей благодати. Я расскажу примеры своей жизни, как это было у меня, когда Бог начал освобождать меня от всего. Я только пошел за Господом, это первое время. Знаете, я очень любил, вот у меня такая была, как сказать, ну зависимость футбольная. Я очень любил, если я, допустим, ну уже будучи, когда я в церковь ходил, если я, допустим, смотрел телевизор, то я смотрел футбол. Я другого ничего не смотрел. Если я играл в приставку, у меня была приставка, я играл в футбол. Я мог после работы зайти и там рублей на 100, на 200 купить этих газет, футбольных журналов там, прийти домой там, ну и читать. То есть я этим увлекался. И Бог, когда начал меня так освобождать, он, знаете, это делал так потихонечку так, как бы, ну так вот, не сразу все так вот, а потихонечку. И сначала у меня была приставка, она сломалась, ее отнесли в ремонт, ее там сделали, но в этот же день, когда я ее принес, снова сел играть, она снова сломалась. И вот мы ее отнесли в ремонт, и прошло уже 7 лет, она до сих, или 8 уже, она до сих пор в этом ремонте там и осталась. То есть Бог освободил. Затем у меня был еще телевизор, и пока я был на работе, приехали родственники, и этот телевизор они забрали, неверующие родственники. Они забрали этот телевизор, то есть я остался без телевизора. Ну, так получается, Господь от этого меня освободил. Оно понятно, что легче, когда что-то видимое из нашей жизни уходит, да, гораздо труднее, когда это в сердце. Но Господь, когда Он трудится над нами, оно, знаете, оно и в сердце тоже приходит, свобода. Ну, и вот оставались еще газеты, ну, как-то так вот произошло все, и Господь от этого избавил. И почему я все это говорю? Оно бывает, Господь дает нам свободу, и не бывает, а Он дал однажды нам эту свободу, когда мы пошли за Господом. Он освободил наше сердце, он вошел Духом Святым. И у нас тоже, вот, есть, мы можем так разграничить, как вот у апостолов, до и после. У нас тоже было до, до того, как Дух Святой пришел в наше сердце и дал свободу, мы были другими. Но сегодня мы с вами совсем стали другими, мы иными людьми стали, потому что Дух Святой поселился в нас. И вот Слово Божие говорит, итак, стойте в свободе, которую дал нам Христос, и не подвергайтесь опять игру, рабство. Там написано немного о другом, но этот принцип, он действует сегодня, вот, и о том, о чем я говорю сегодня. Что Господь, Он нам даровал свободу, и нам в этой свободе надо стоять. Потому что оно, враг, он ходит, как рыкающий лев, и он, ища поглотить. И вот он знает уже, кому, с чем можно подойти, да? Кто никогда не был пьяницей, допустим, он, ну, не будет к нему подходить там, со стаканом, может быть. То есть он будет подходить с тем, что может быть, как бы, ну, в чем ты был слаб. То есть он в этом может подходить. И вот Господь говорит, стойте в свободе, чтобы мы с вами сегодня, вот, не подвергались опять этому игру, рабство. Помоги нам Господь. Второе, на что бы я хотел обратить наше внимание, это мы знаем, что есть условия, которые они просто несовместимы с жизнью. Правильно? Вот где жизни нету, допустим, вот комната с угарным газом, если там, допустим, дым, человек зайдет, там побудет маленько, у него будет один выход, либо быстро оттуда уйти. Если он там останется, он просто погибнет. Так вот и в нашем сердце тоже мы можем создавать такие условия, которые, они несовместимы для действия Духа Святого, для его жизни. Я читаю это послание к Ефесянам, 4 глава, 4 глава, 30 стиха. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас». И вот мы с вами видим, что Дух Святой, который сегодня живет в нашем сердце, он очень, мы понимаем, он личность Божества, и он чувствительный очень. И мы, бывает, можем его оскорблять. И Слово Божие, оно поясняет, в чем же это может проявляться, как мы можем оскорблять Духа Святого. Написано, что всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякую злобою, вот это все, оно может являться раздражителем для Духа Святого. Этим всем, если мы даем этому место в нашем сердце, и живем с этим, и не боремся с этим, и не выносим перед Господом, то это все, оно может оскорблять Духа Святого. Ему будет тяжело в нашем сердце. Я это говорю не для того, чтобы, может быть, еще раз показать вот эти вот проблемы все, как бы. Я это хочу, для чего? Чтобы мы сегодня могли с вами это увидеть, и не начать унывать, а начать взывать Господу еще, приободриться, что Слово Божие, оно же нам с вами говорит. Не для того, чтобы мы с вами сегодня разбились в вере где-то, и начали так вот, ну все, у меня ничего не получается, я больше, как бы, ну, значит, я такой вот христианин. Но Дух Святой, Он сегодня приносит это обновление нашим сердцам. Сегодня вот говорилось о молитве, зачем мы с вами собираемся, зачем мы с вами молимся, зачем нам с вами Дух Святой нужен? Чтобы это обновление сегодня приходило в наши сердца, чтобы мы вновь и вновь становились другими людьми. Ты встал на колени сегодня в одном состоянии, может быть, совсем разбитым, а стал другим совсем, обновленным. Кто не переживал этого? Я думаю, каждый скажет, я это переживал. И вот сегодня Дух Святой, Он такой же, Он не изменился. И вчера и сегодня, Он вовеки тот же. И Господь хочет, чтобы в наших семьях сегодня был мир, чтобы мы сегодня могли просить друг у друга прощения. Это тяжело, но мы не укоренялись вот в этих обидах друг на друга. Это тяжело, оно не всегда получается, это с первого раза может быть. Но Дух Святой, Он не изменился. Дух Святой, Он сегодня с нами. Слава Иисусу Христу. Третье, на что бы я хотел обратить внимание, сегодня об этом частично уже говорилось, что Бог, Он гордым противится, а смирен, Он дает благодать. Вот эта гордость, как она может проявляться? Ну, мы так посмотрим на свою жизнь, ну, я вроде не гордый так вот. Ну, мне подойдут, что-то скажут, там, или на ногу наступят, я даже слова не скажу. Ну, вроде не гордый такой я. Ну, знаете, человек бывает богатиться. В чем это может проявляться? Человек где-то, может быть, не читать Слово Божие, не молиться как-то, ну, не иметь в этом нужды, о чем сегодня говорилось. Ну, как бы, вроде живу, все нормально так складывается так вот. Ну, и вот так вот. То есть, в этом тоже может быть гордость. Что мы сегодня не нуждаемся в Иисусе Христе. Что мы сегодня, знаете, не приходим к этому престолу благодати. Потому что недостаточно просто стоять на колени, помолиться там механически. Но мы должны приходить каждый день к этому источнику благодати. Потому что от этого источника сегодня, от этого престола идут эти источники Божии. И в заключение уже я зачитаю такое пожелание, которую, такую молитву, которую апостол Павел, он писал в Ефесской церкви. Это в первой главе послания к Ефесянам, 17 стиха. Такое пожелание, он и молитву. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. И какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». На этом я остановлюсь. Вот видите, какие слова. «Как безмерно величие могущества Его в нас, в нас, в наших сердцах». Вот это величие Божие написано, оно безмерно. Почему оно безмерно? Слово Божие говорит, что Бог немерую дает Духа. Насколько мы сегодня в нем нуждаемся, настолько каждый будет сегодня иметь. Насколько сердце наше будет сегодня расширено, настолько Бог и будет сегодня изливать эту благодать свою. Мне бы хотелось сейчас снова с вами молиться, предстоять пред Господом, возносить молитвы. Знаете, кто может быть что-то увидел в своем сердце, не унывать, но выносить это пред Господом. И сила Божья и благодать, она будет сегодня обновлять, она будет сегодня нас делать другими. Слава Иисусу Христу. Аминь. Будем молиться. Старый крест Старый крест Старый крест Не броский, но лишь в нем Сила есть, сила есть Сегодня может он Исцелять разбитые Больные Сердца Каждому пришедшему Открыть Небеса Между небом святым И греховной землей Пропасть злая лежит Разделяя собой Хочешь, верь, хочешь, нет Слушай слово Творца Крест Единственный мост От земли в небеса Старый крест Старый крест Не броский, но лишь в нем Сила есть Сила есть Сила есть Может он Исцелять Разбитые Больные Сердца Каждому Пришедшему Открыть Небеса О Иисус Дорогой Сквозь седые века На далеком холме Я увидел тебя На пронзенных руках Не застывшая кровь А в прекрасных глазах Божья к людям любовь Старый крест Старый крест Старый крест Не броский, но лишь в нем Сила есть Сила есть Сила есть Может он Исцелять Разбитые Больные Сердца Каждому Пришедшему Пришедшему Открыть Небеса О, не дай мне в руки Человеков Впасть У Божия Говорил Давид Знал Давид Что человек От века Зло с ненасытимостью Творит Пусть Впаду в твои я Лучшие руки Мой Господь Как любящий Отец Ты мне Не пошлешь Сверх силы Муки Милую Поддержишь Под конец Дай мне Боже Без лицеприятия На людей Вокруг меня смотреть Пусть Не привлечет Нарядность Платья Дай мне душу Под одеждой Зреть О, не дай Искать В глаза у брата С жадностью Соломинки Греха Радуясь С падением И утратом Дай мне Боже С плачущими Плакать Радоваться Радости Чужой Дай мне В жизни Поступать Лишь так Как Ты бы поступал В любви Святой Дай не стать Предметом Осуждения Человеков Злого языка Пусть Через святое Откровенье Обличит меня Твоя рука И хотя ее Прикосновенье Будет раней Даже Мозг костей Ею ты Пошлешь мне И исцеление Грех простив По милости Своей Песня 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 Это мы читаем Евангелие от Иоанна, 6 главу, после того, как Господь насытил 5000 человек. Такое место. Это 22 стих. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Теверидиады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господню. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему, Рави, когда ты сюда пришел? Иисус сказал им в ответ, истинно, истинно, говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тлены, но о пище пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. Итак, сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали Ему, какие же дашь знамения, чтобы мы видели и поверили Тебе, что Ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с небес, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На что сказали Ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им, я есть им хлеб в жизни, приходящий ко Мне не будет алкой, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. И место Священного Писания, которое бы я хотел через призму посмотреть на это место Священного Писания, это Евангелие от Матфея, слова с проповеди Иоанна Крестителя, 3 стих, 3 глава, он говорит, такое место Священного Писания. Ибо он, тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте, пусть Господу прямыми сделайте стези ему. Когда Иоанн вышел проповедовать, и он такие слова сказал, опираясь на пророчество пророка Исаии. И вот мне хотелось бы сегодня остановиться на этом стихе, чуть-чуть затронуть некоторые вещи, например, рассмотреть участок, о котором Иоанн говорил, что этот глаз будет находиться в пустыне. И о пустыне бы я хотел бы рассмотреть одно место и одно явление. Вы знаете, когда я в детстве рос, то не сильно-то любил читать до второго класса, потому что надо учить буквы. И сам по себе я такой ленивый человек был. Но мне в свое время, как бы у нас учитель, попался такой учитель, она заинтересовала тем, что в свое время она пересказывала нам такие книги, как Джек Лондон, такие интересные. А я мальчик был любознательный, всегда любил, когда взрослые разговаривают, подойти рядом, открыть рот и слушать, не понимая, о чем они говорят. Но когда ко мне обращались и говорили, Дима, что интересно? Я говорю, я всегда кивал головой, они меня отправляли, ну иди погуляй. И вот мне она как бы привила чтение ко мне, и я много стал читать, и меня как бы заинтересовало одно место, которое находилось в пустыне, это оазис. Я нигде не мог увидеть ни открыток, ни картинки этого оазиса. Но почему-то, когда я читал, что путешественники приходили, шли, например, долго дней по пустыне и приходили в оазис, такие как бы очень хорошие отклики и как бы радость, ну такой как бы подъем такой. Но когда я этот оазис увидел воочию, я был разочарован. Я посмотрел какой-то фильм, и вот оазис, путешественник камеру. Стоит три пальмы, горы песка, видно, что колодец вырод. И он, место, где находится путешественник, оно такое невзрачное само по себе. И мое как бы представление, и явное как бы, что я увидел, оно было как бы несовместимо. И об одном этом месте, вот об оазисе, я когда увидел, посмотрел, я сделал вывод. И об одном явлении, это мираж. И тоже читал, когда путешественники рассказывают про эти миражи, и говорят, когда мы идем с водой, у нас бурдюки наполнены, и мы путешествуем не 10 дней, например, по пустыне, первый день по пустыне, мы никогда не увидим миража. Миражи начинают возникать тогда, когда мы прошли много дней по пустыне, у нас на исходе или закончилась вода, и начинают возникать миражи. И я читал про одного путешественника, что ему явился город белый, и он в подробности рассказывает, какие дома, какие улицы, звон даже колоколов или там разговор. И мне запомнилось то, что он говорит, а до оазиса осталось пройти полдня. И вот их там компания была, ну или караван, и вот пол каравана их направляли туда, где возник этот мираж, а он говорит, нам осталось дойти, у них не было войды, полдня до оазиса, где они спокойно могли насытить себя водой, и набрать воду и отдохнуть. Вы знаете, и когда я вот читал это место Священного Писания, что глаз вопиющего в пустыне, потом Мессая как бы подводит к тому, что людям надо прийти, исправить пути, сделать прямые пути к Господу. И рассматривал вот это Священное Писание, когда приходили к Господу, искали Его, и пришли к Нему, и радуются, радуются, и радуются, что нашли Его. Но Господь им показывает как бы сущность того, Он говорит, вы радуетесь не потому, что какую-то духовную пищу получили, вы радуетесь потому, что насытились, просто хлеб поели. В жизни, когда Господь говорил, например, что Он приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. И много слов Он говорил, например, в той же главе Он говорил, когда слова, то многие отошли от Него. Он к ученикам поворачивается и говорит, говорю своими словами, не хотите ли Вы от Меня отойти? Ученики говорят, нет, ты имеешь глаголы в вечной жизни. Вы знаете, в жизни путь за Господом, он не сказать, чтобы всегда будет легок, всегда будет насыщен какой-то радостью. Чаще всего это какие-то трудности, испытания, порой скорби, порой скорби, какие-то переживания. И главное, находясь в этом пути, не ошибиться. Я представил, вот если бы я шел по пустыне, и я бы не опытный человек был бы, и я бы точно угнался бы за этим миражом. Как путешественник говорит, осталось полдня, давайте дойдем до источника, до оазиса, там отдохнем, передохнем, не будем за этими миражами гоняться. И в жизни бывает такое, что бывают эти миражи, бывают и оазисы. Знаете, я когда верующим стал, я пришел в эту церковь, для меня было все это как бы вновь, я много чего увидел, я увидел радость на лицах людей, которые пребывали в этой церкви. Я в мире этого не видел, мне это заинтересовало, я остался, и мне было очень хорошо. Но в жизни сложилось так, что я какое-то время перед дипломом стал отдаляться от церкви. И когда я получил диплом в георазведочном техникуме, у меня стал выбор. Выбор. И моя любимая учительница мне говорила, Дима, оставайся в Томске. Я понимаю, что ты отдалился от церкви, но ты придешь туда. Давай поступай в высшее учебное заведение в Томский государственный университет. Мы постараемся тебе как бы выбить квартиру. И она начала ходатайствовать, чтобы я получил квартиру. Она мне показывала строящийся дом, этаж, где моя квартира будет. Но мне предложили поехать, поехать на крайний север, это в Якутию, заниматься тем, что искать месторождения золота, рассыпные месторождения. И я под эйфорией, как геологов всегда называют романтиками, поехал туда. И потом я, когда беседовал, например, со служителем одним, со служителем, после того, как я вернулся с Якутии, обратно пришел в нашу церковь, покаялся, стал верующим, я ему сказал такие слова, что из моей жизни можно вычеркнуть четыре с половиной года. И когда я вернулся сюда, в Томск, у меня в кармане было 36 рублей. Я работал на золоте, зарабатывал деньги по тем временам. За два месяца я мог купить себе хорошую иномарку. 96-й год я мог себе купить 92-го года машину, японскую машину. И он говорит, вот те переживания, которые, которые, вспомните переживания, которые подвигли тебя ехать в Якутию. И я говорю, я не обращал ни на какие слова, ни на увещевания. И я в тот момент не был управляемый. Мне многие советовали, многие показывали на мою жизнь, многие хотели поучаствовать в ней. Но я все отвергал, как тот блудный сын. И вот надо ехать, и все. Надо взять это богатство, и все. А другой момент, когда я пришел в церковь, и у меня год шли испытания, трудности, возникали какие-то проблемы. Я помню, что у меня в жизни такое было, что я полтора месяца кушал только один рис, как китайцы. У меня не было даже ни мяса, ни масла, чтобы рис, просто отварил рис, покушал. Моя еда была полтора месяца. Но знаете, я вспоминаю, не было денег порой на элементарные вещи, но я вспоминаю те моменты, я не пропускал ни одного собрания, не пропускал общения. Я часто старался кому-то помогать, чтобы не оставаться самим собой. Порой можно наедине. Я приезжал к служителям, помогал им строить. Один, второй там, служитель просит, я всегда приезжал. Я с работы так мог, не отпрашиваясь, уехать. Мне мастер уже говорит, ты что, ты или работаешь, или не работаешь. Мне стыдно было. Я вспоминал те времена, это самые счастливые дни жизни были, когда Бог был рядом. окружающая, как бы, действительность была не очень хорошая, не было денег порой, но я вспоминал, как Бог мне изменял мое сердце своим божественным словом, изменял мою жизнь, и люди видели мою жизнь, и мне было радостно. И в жизни я посмотрел, что каждому из нас будет Господь говорить, как Исаик говорит, глаз вопиющего в пустыне. И когда ты находишься в пустыне, важно не обмануться, увидев это красивое, как бы, чудо, мираж, и не пойти за этим. Бывают стремятся, как я в свое время стремился, за большим заработком, за каким-то достижением в области, например, технологий, образования. Главное, не увлечься. И мне хотелось бы обращаться к Господу и молиться. Вы знаете, невзрачен путь, невзрачно порой, когда Слово Божие к нам звучит, но важно, важно в Него поверить и услышать, и обратить на это внимание. Как Господь сказал, что приходящий ко мне не будет жаждать, и верующий в меня не будет алкать. Мне хотелось бы сегодня, обращаясь к Господу, молиться, если в нашей жизни встанет этих два пути, порой не ошибиться, а с надеждой, с упованием, разобравшись, прийти к Господу, молиться, и на верном пути, сохраняя верность Ему до конца. Будем молиться. Аминь. Меня манят к себе небеса, от земного хочу оторваться, лишь нелегкой бы быть на весах, чтоб навеки во тьме не остаться. Жизнь должна добродетельной быть, доброй, кроткой, смиренной и верной. Мы должны всех прощать и любить, чтоб во всем было Божия милость. Она сманит к себе небеса, мы хотим от земли оторваться, взвесим жизнь мы свою на весах, чтобы в небе с Христом повстречаться. Она сманит к себе небеса, мы хотим от земли оторваться, Взвесим жизнь мы свою на весах, Чтобы в небе с Христом повстречаться. Нам легко о телах говорить, А вот в жизнь воплотить их непросто. Но Христос даст нам сил дел творить, Что поможет духовному росту. Забываем порой небеса, Суета завладела всей жизнью, Но не жить же нам век в суете, Ведь нам к вечности надо стремиться. Она сманит к себе небеса, Мы хотим от земли оторваться, Взвесим жизнь мы свою на весах, Чтобы в небе с Христом повстречаться. Она сманит к себе небеса, Мы хотим от земли оторваться, Взвесим жизнь мы свою на весах, Чтобы в небе с Христом повстречаться. Поднимите глаза в небеса, В небе дом наш и наша отчизна, В своем сердце Христу дверь открыть, Навсегда, чтоб он в нем поселился. Птицы стаями в небо летят, Доверяясь во всем лишь на жатву, Нам пример они свой оставляют, Доверяться во всем только Богу. Она сманит к себе небеса, Мы хотим от земли оторваться, Взвесим жизнь мы свою на весах, Чтобы в небе с Христом повстречаться. Она сманит к себе небеса, Мы хотим от земли оторваться, Взвесим жизнь мы свою на вязах, Чтобы в небе с Христом повстречаться, А нас манят к себе небеса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 источники этого мира, но источники Божьи. Это и есть Слово Божие, это и есть благодать Духа Святого, для того, чтобы мы могли, получив это подкрепление, получив это питание, дальше совершать наше с вами поприще, которому призвал нас Господь, следовать за Ним по Его стопам. Я зачитаю один стих из 2 Коринфян 3 глава 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Друзья, есть такой закон, на что ты смотришь в тот образ, ты и преображаешься, да? И подобное тому, что мы состоим ровно из того, что мы кушаем, да? Что мы кушаем, эти элементы входят в нас, и это становится, ну так скажем, нашим составом, да? Вот, и вот этот закон, закон на то, что мы смотрим в тот же образ, мы преображаемся. Брат Алексей сегодня нам чудесно его проиллюстрировал, да? Смотрел на футбол, на футбольный мяч, на этих ребят, которые там его гоняют, да? Значит, 22 человека, вот, два стоят в воротах, значит, остальные там все это бегают, его пинают, там, перемещаются. В течение полутора часов по такой определенной там площади отгородили для них. И вот, и все смотрят, что же они там делают, да? Вот, а пооставляли свои дела, там, дома, детей, как Слово Божие говорит, да? Кто не оставит ради меня поля, дома, детей, жен, да? Тот не достоин меня. Друзья, переворачиваем все наоборот. Вот, оставляют проблемы, работы, заботы, значит, едут в другой город, едут в другую страну, лишь бы послужить, да? Лишь бы, как говорят, поболеть. А по сути дела, ну, действительно, болезнь. Болезнь, это и есть зависимость. И вот, смотрите, человек на это смотрит, это захватывает его сердце. И так захватывает, как я уже сказал, ему, он делает загранпаспорт, едет там за рубеж, лишь бы там все это посмотреть, да? Вот, и группируются люди по этим интересам. Поэтому на то, что человек смотрит, оно входит в его сердце. Мы должны понимать, мы должны понимать, что наши очи, наши очи, это вход в наше сердце. И если мы смотрим, на что попало, если так можно выразиться, да, то, значит, что в нашем сердце будет? То же самое, да, на что мы смотрим. Будет ни разбериха, ни устройство. И поэтому Слово Божие говорит, чтобы мы могли бодрствовать. И как здесь написано, чтобы мы могли взирать на славу Господню. На то, что славно, да, достославно, как апостол Павел пишет филиппийцам, только то, что достославно, там, добродетель, похвала, о том, помышляйте. Почему он об этом говорил? Потому что наш разум, это тоже вход в наше сердце. Но я не буду говорить о разуме, а я хочу сказать о том, на что мы должны взирать. Поэтому мы видим, что если мы взираем на славу Божию, то мы преображаемся в тот же образ. Поэтому как важно нам в нашей жизни не замечать вот этого греховного, чтобы нам действительно вот это греховное не вошло в нашу жизнь. Чтобы нам сохранять свое сердце в Господе, понимая, что это храм Божий, и туда можно впускать только то, что пригодится мне для поклонения моему Господу. И мы видим, что апостол пишет, мы же все открытым лицом. То есть, как необходимо взирать на славу Божию? Необходимо, чтобы наше лицо было открыто. То мы видим, Иисус Христос, Он явил Себя, Он пришел в этот мир, Он не прятался где-то по углам, да, Он явно, Он явил Себя этому миру, да, Явил Божию любовь, явил Божие спасение этому миру, и Он не скрывался. Не скрывался. Мы видим Моисей, Его служение. Он закрывал лицо покрывалом. Почему? Потому что слава была какая? Приходящая. И Он не хотел, чтобы сыны Израилевы видели конец. Это к вере не послужит. Но мы видим, что Христос явил эту неприходящую славу, друзья. Слава Господу. И мы теперь можем, читая со стороны Священного Писания, взирать на эту славу, как жил Христос, как Он поступал, как Он себя вел. Друзья, это и есть свет, это и есть слава Божия, что Бог Отец прославился в Своем Сыне через эту человеческую плоть. Сын принял эту человеческую плоть. И приняв вместе с этим такое, знаете, неудобное для себя положение, потому что Ему нужно было преодолевать искушения, испытания, те трудности, которые сопровождают нас с вами. Но мы видим, что эта тьма, в которой Он пребывал, она не смогла поглотить свет. Слава Господу. То свет Божий нам настолько превосходит, что и через человеческую плоть явилась эта любовь. Она выразилась в делах и поступках. И очень важно, чтобы наше лицо, оно тоже было открыто. В другом месте апостол Павел, обращаясь к евреям, говорит, да приступаем с искренним сердцем. То наше сердце, оно должно быть искренним. Понятно, что мы не с лицом приходим к Богу. Мы приходим к Богу и приносим наше сердце, наш дух. И мы видим, что когда Самуил пришел помазывать в цари Давида, и когда увидел первенца Иесея, то он думает, да, наверное, это этот. И Бог ему что сказал? Что я смотрю не так, как смотрит человек. Потому что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. И, конечно же, состояние нашего сердца, оно отображает и нашу мимику, да, и наше лицо. И то, что у нас на лице, другими словами, можно сказать, то находится и в нашем сердце. Если у человека скорбь, теснота, у него никак улыбка не появляется. И поэтому, друзья, очень важно, чтобы мы могли взирать на эту славу Божию. Чтобы мы могли, как апостол Павел говорит в этом месте, преображаться в этот образ. Чтобы, взирая на славу Божию, открытым лицом, искренним сердцем, мы могли приходить и видеть эту славу. Друзья, многие сегодня в этом мире, они берут священное писание или жизнь Иисуса Христа рассматривают. И они говорят, ну, а что тут такого, да, ну, и начинают там, говорят, да вот, значит, это неправда, это миф, это вымысел. Христиане выдумали, чтобы, ну, такая им досталась доля тяжелая, хоть как-то скрасить ее. Не видят славы Божией. Почему? Да потому что сердце не открыто. Сердце, ожесточенное грехом и тьмой, оно не увидит этой славы Божией. Но только искреннее сердце, оно может увидеть славу Божию. И поэтому, смотрите, для того, чтобы нам взирать на славу, видеть ее, наше сердце должно быть в должном состоянии. И мимо освящения мы никак не пройдем. Человек невозрожденный, для него это неславно. Для него что это? Это бесславие. Тебя унижают, а ты ничего не делаешь, да? Тебя распинают, клевещут, а ты ничего не делаешь, обладая такой силой и могуществом, как дал бы, чтобы запомнили на всю жизнь. То есть это девиз этого мира. Для них жизнь Иисуса Христа это неславно. Они не могут в этом увидеть славы. Друзья, а для нас с вами это слава. Слава Господу. А для нас с вами это живой Бог. Это Его слава. И Он хочет, чтобы мы в эту славу могли преображаться. Чтобы наша жизнь менялась. Но для этого надо, чтобы сердце было открытое. Оно не было закрытым. Чтобы мы с вами могли, как Слово Божие говорит, как можно открыть сердце. Как оно может осветиться. Как оно может увидеть Господа. И мы читаем у Исаия в 6 главе. Он описывает то состояние, когда однажды он увидел Господа. И увидел то небесное служение. Он увидел это служение. Мы видим, что и находясь в таком состоянии, он служил Богу. Это был пророк. Ему дано было увидеть это. Бог ему показал. Бог ему открыл эту славу Божию. Что произошло? Он в этой славе кого увидел? Конечно, Бога. Там Херувимов, Серафимов. Но Он еще и себя увидел в этой славе. И Он увидел свои недостатки, друзья. И до этого момента Он думал, что все нормально. У Него нет проблем. Он служит Богу. Да? Но мы видим, что входя в присутствие Божие, Бог так просвещает нас, что мы начинаем видеть тайники нашего сердца. То, что нам самим даже не было видно, друзья. И поэтому для того, чтобы войти в небо, для того, чтобы войти, там написано туда ничто нечистое, никто преданной мерзости лжи, он не войдет. Друзья, а наше сердце, о нем Бог сказал, крайне испорчено. Весьма нехорошо состояние человеческого сердца. И поэтому, кто Его может узнать? И Писание отвечает нам на этот вопрос. Дух Божий, Он все проницает. Он все проницает. Он проницает и наше с вами сердце. И если мы, друзья, мы не предоставляем себя для Духа Божьего, не предоставляем себя для молитвы, да? Если мы не открываем свое сердце в молитве, то трудно Богу осветить тайники нашего сердца. Трудно показать нам, что еще есть в нашей жизни, чтобы мы могли привести это в порядок, как привел в порядок Исайя. Он увидел, сказал, горе мне, погиб я. Друзья, подожди, Исайя, ты же еще не погиб. Ты еще разговариваешь, да? Ты еще можешь видеть, ты еще можешь разговаривать. О какой ты погибели говоришь? А Он понимает, вот это и есть святость, да? И все не святое в присутствии этой святости, оно просто сгорает. И поэтому, друзья, и мы идем в тот свет, в котором нет греха, в котором нет никакой тьмы. И Бог желает, и апостол Павел пишет об этом, мы все открытым лицом взираем. Мы искренне обращаемся к Богу. И Бог, видя нашу искренность, друзья, Он показывает нам, что еще нужно нам исправить в нашем хождении и состоянии. И второе, на что я хотел бы обратить внимание, и еще немножко дополню, написано, как в зеркале. Друзья, кого мы видим в зеркале? Мы видим себя. И вот насколько мы, открытое лицо наше, да, или образ наш, настолько мы и увидим. И насколько мы Богу открываем сердце, настолько Бог и может совершить труд нашей жизни. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, согрешил я. Друзья, не надо, ну, как бы сказать, да, это мелочи, там, подумаешь, я 10 раз в день так поступаю. Нет. Согрешил. Нужно осветиться. Нужно очиститься. Потому что ты впустил грех в сердце. И он будет там проявляться. Если ты не дашь ему оценку, если ты не отреагируешь на это, друзья, то он останется. Он оттуда не будет выходить. Ему там хорошо будет, да, посылать импульсы, гнева, раздражения, еще чего-то. Ему там комфортно и удобно. Он нашел свое место. Он будет через тебя проявляться. Ему больше ничего не надо, для того, чтобы ввести тебя в погибель. Если я согрешил, я должен дать этому оценку. Я должен покаяться, да. Я должен принять меры для того, чтобы это ушло из моей жизни. Я должен с этим прийти, как мы сегодня уже говорили, на Голгофу, где течет кровь, где вот это прощение Бог явил для всех грешников, для согрешающих людей. Я должен совершить этот труд, совершить эту работу. Прийти на Голгофу, покаяться, в сокрушении и смирении сердца, для того, чтобы это было удалено из моей жизни. И это зеркало. И насколько я смотрю в свое состояние сердца, насколько я вникаю в себя, насколько я открываюсь перед Богом, настолько Бог и совершает это дело. И если, друзья, помните, мы разбирали с вами на разборе слова, а в ком нет всего, да, лестница Петра, покажите вере добродетели, и так далее, до любви. А в ком нет всего, в чем проблема? Забыл об очищении. Апостол Павел говорит, почему нет жизни во мне? Почему во мне нет этой славной жизни? Почему я не могу прощать людей? Почему мне лень делать добрые дела? Да, я лучше, например, полежу там или что, отдохну. Когда, может быть, объявили, надо потрудиться там, 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 там. Да ну, ладно, я отдохну, что-то я устал. Почему это? Почему нет славной жизни? Апостол Петр говорит, забыл об очищении грехов. Потому что грех держит и тянет назад. Я бы, может быть, как апостол Павел говорит, я по уму-то рад служить Богу, все, делать хорошие, добрые дела. Я очень рад. Но, говорит, бедный я человек. Я попал в зависимость. Грех он мне не дает. Да, в членах моих что я обнаруживаю? Противодействие. Противоборствующий закон греха и смерти он ожил. Почему? А потому что я дал ему место. Говорю, на, попробуй. И протянул руку там на чужое, да, помыслил худое, да, там, насмотрелся, не поймешь чего. Я дал ему место. Я дал ему пищи. Он начал действовать во мне. Я, может быть, думаю, стоп, стоп, стоп. Я не хочу этого. А он продолжает действовать. Я думаю, подождите, я хочу делать добрые дела, я хочу быть добрым, хорошим. А он говорит, нет, миленький мой, да, ты мне дал место. Сейчас мы с тобой на всю катушку. И апостол Павел понимал, что даже имея добрые мысли, этого одного очень мало. Но нужно иметь еще и чистое сердце. И когда мы имеем чистое сердце и добрые мысли, друзья, пожалуйста, идите, делайте добрые дела, да. И мы видим и переживаем, что когда мы наполнены этой благодатью Божией, она нас влечет, мы в этом удовлетворение получаем. Поэтому очень важно, чтобы мы могли, как в зеркале, насколько мы открываем, да, настолько мы и будем преображены. И дальше написано, взирая на славу Господню. Кто когда-нибудь видел славу Божию? Ну, в прямом смысле этого слова, да, в большом смысле этого слова, никто из нас Бога во всей его славе не видел. Потому что невозможно человеку увидеть и остаться в живых. Так говорит Священное Писание. И для того, чтобы мы могли увидеть, помните, как Моисей говорил, Господи, дай мне увидеть славу Твое. Помните, да? Он просил об этом Бога, он хотел увидеть, потому что он действительно, он переживая в общении с Богом, вот это благословение, он хотел увидеть, Господи, ну, ты мне все открываешь часть. Здесь ты открылся, здесь открылся, здесь. Ну, во всей полноте, Господи, дай мне увидеть. И он говорит, невозможно это. Ну, ладно, со спины покажу. Да, со спины. А мы понимаем, что вся слава, все, это наше лицо, оно говорит о том, кто мы, значит, какие мы, да? И он ему показал со спины. И то, говорит, прикрою тебя, прикрою тебя, чтобы ты не погиб. Друзья, и вот смотрите, и вот для того, чтобы мы не погибли, Бог послал Иисуса Христа, да? Пришедшего во плоти. И он явил эту славу на доступном, понятном для нас языке. И поэтому мы сегодня, мы можем сказать, друзья, я видел славу Божию. Я видел ее, когда мне Бог явил милость в прощении. Это слава Божия. Я видел, когда через меня любовь излилась на моих близких, кого-то, да? Я им послужил. Мне так это было приятно. Я понимал, это не мое. Это слава Божия. Я ее видел. Я видел, когда грех меня искушал, а у меня была сила и даже не повестись, ну, не пойти на поводу у этих греховных желаний. Что это такое, друзья? А это слава Божия. Потому что он сказал нам, будьте святы, потому что я свят. Бог этого не делает. И он дал мне способность этого тоже не делать. Друзья, это есть слава Божия. И, конечно, взирать на славу Божию вот этими очами мы можем только через, ну, через какие-то действия и дела, да? Но мы видим, что Слово Божие говорит нам, что мы можем взирать на славу Божию очами нашего сердца. Очами нашего сердца мы можем взирать на славу Божию. И поэтому, и что может видеть невидимое? На подготовке к водному мы всегда задаем этот стих, чтобы знали наизусть. Евреям 11 глава, первый стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Друзья, и видеть славу Божию мы можем через веру. Через веру мы можем видеть невидимое. Нам дано это, друзья. И поэтому очень важно, чтобы сегодня мы могли стоять в вере. И сегодня, может быть, в моей жизни пришла какая-то проблема или трудная ситуация. И человеческая сторона, или, может быть, значит, один голос мне говорит, о, ничего себе, вот это проблема. Так, надо сделать то, то, то. Попробовать в этом, в этом, в этом. А другой голос говорит, доверь это все мне. Доверь мне. Как мы можем доверить Богу? Как мы можем поступить по вере? Друзья, а когда мы знаем волю Божию, и мы не на этот голос реагировали, который предлагает нам пуститься в эту суету, в заботы, в проблемы какие-то. Нет. А мы отреагировали на обетование Божие. Он сказал, я с вами. Я знаю, что это пришло в твою жизнь. То есть, это не без моего ведома пришло. Я что-то хочу, может быть, произвести или в тебе, или с тобой, или через тебя. Но, друзья, во всяком случае, во всяком случае, Бог всегда через нас хочет проявить свою славу. Что бы ни пришло в нашу жизнь, воля Божия однозначно в том, чтобы мы с вами славили Бога. Хорошо ли нам? Плохо ли нам? Очень ли плохо? И если мы возьмем Иова, прославил он Бога в своих страданиях? Слава Господу! Прославил! Оказал верность, да? То есть, но это кто был? Это был Божий человек. И в нем отобразились качества Бога, друзья. И мы с вами, Божий народ, Божие люди, и что бы ни случилось в нашей жизни, Бог всегда хочет будет отображать свою славу. Или сегодня у меня там что-то сломалось, да? Или у меня деньги закончились, или там болезнь какая-то меня постигла. Друзья, это не должно нас смущать. Это уловка дьявола. Он хочет, чтобы мы обратили на это внимание, чтобы мы взирали на проблему. А Бог говорит, нет, не взирай на проблему, взирай на мою славу. Искренним сердцем. Оставь все это уныние, сомнение, отчаяние. Оставь это, смотри на меня. Смотри глазами веры. Противостой этому. И когда мы смотрим глазами веры, друзья, вот эта суета, вот эта тьма, она нас не увлекает. Она нас не захватывает. А мы стоим в вере. А нам еще труднее. А мы все равно стоим. И еще сложнее. А мы все равно стоим. Бог дает силы. Бог дает крепости. И потом смотрим. Раз. И куда-то все это ушло. Или Бог вышел на встречу. Обстоятельства изменились. Друзья, и мы прославили Бога. Мы оказали верность Ему. Потому что мы на Него надеялись. И надеющийся на Господа, он не будет в посрамлении. Он не будет в постыжении. Потому что при нашей надежде, при нашей вере, является слава Божия. Слава нашему Господу. И поэтому апостол говорит, что нам необходимо открытым лицом, как зеркале, взирать на эту славу. Потому что взирая на эту славу, через священное писание, через веру, друзья, мы преображаемся в образ. И мы начинаем отмечать в себе своей смертной плоти. Мы начинаем отмечать или замечать в себе какие-то новые качества, которые стали нам присущими. Друзья, а это Бог в нас проявляется. А мы Ему верность оказали. А мы стояли в вере. Мы основывали свою жизнь на Его слове. Друзья, и как уже сегодня читал, брат Алексей, и он говорит, я вселюсь в них и буду ходить в них. Слава Господу. Оказывается, мы дали возможность Богу вселиться и во всей своей славе, ну, может, не во всей, в каком-то ее маленьком аспекте, прославиться через нашу жизнь. Слава нашему Господу. Друзья, и поэтому мы с вами, Церковь Иисуса Христа, и наше с вами служение, это прославлять Бога в нашей жизни. И без того, что мы, если мы не будем взирать на эту славу, если мы не будем взирать на эту славу в священных писаниях, если мы не будем взирать на эту славу, как написано, преображаемся, как от Господня Духа, если мы не будем позволять Духу Святому вводить нас в присутствие Божие и там показывать славу Божию. Друзья, у нас просто ничего не получится. Мы не сможем преобразиться. Поэтому очень важно, чтобы мы могли открытым лицом, с верой взирать на нашего Господа, иметь это преображение, иметь эту славу в своей жизни. Аминь. Помолимся.